Эти слушания достаточно симптоматичны, оказались, потому что у нас есть право задавать вопросы, как выяснилось, но получать ответы. Ни у нас, ни у молдавского общества этого права, оказывается, нет. И принимать решение по той ситуации, которая сложилась, тоже, оказывается, такого права не существует. В процессе заседания было принято, подготовлен нашей фракцией проект постановления, соответствующий с регламентом, он был внесен. В течение трех часов этот проект мурыжился, на него не могли поставить соответствующие резолюции, потому что, так сказать, господа перепугались, разбежались в разные стороны. Службы парламентские, которые должны были его правильно зарегистрировать, они отказались его распространять среди депутатов. Это очень смешная история, ведь его можно было поставить в повестку дня, можно было с ним не согласиться, можно было подправить, можно было какие-то формулы, так сказать, высказывания в этом проекте. И изменить на противоположные, благодаря тому, что существует большинство, но они отказались даже вообще принимать проект постановления, включать его в повестку дня. Нонсенс, слушания есть, а итогов этих слушаний быть не может. То есть, они продемонстрировали, что, конечно, они все, ребята, это большинство, не понимают, что такое свобода слова, зачем вообще люди обладают этой свободой, какие слова они произносят, когда обладают подобного рода свободой. Они доказали, что это авторитарные, криминальные, так сказать, товарищи. Очень хорошо, что это было показано в прямом эфире. Это очень серьезный аргумент в пользу того, кто сегодня находится у власти, насколько далеки они от народа, насколько далеки они от демократии. Спасибо.